Добрый день, Полтава! Здравствуй, Украина! Сегодня, как всегда, 700 секунд с газетой Кола. Сегодня у нас в гостях, или я в гостях, Нина Король. У нас один из ведущих журналистов. Тяжело в этой редакции говорить, кто самый ведущий. Все ведущие, все отличные журналисты. Нина, 700 секунд, я стартую. Что за последнюю неделю вас впечатлило? Доброго дня, слушатели и слушатели. Меня зовут Нина Король. Пан Демидович уже сказал. Я заступник главного редактора в этой редакции. И я немного расскажу свои взгляды, свои виды ситуации. И о тех событиях расскажу, которые мне запоминались в этом неделе. Их было надзвичайно много, но я попробую окреслить те, которые были важливыми. Меня больше зачепили те, которые были найрейтинговыми по переглядам. И вообще зачепили всю Полтаву и всю Украину, возможно. Мы это видели по визуках в соцмережах и по тому, как люди реагировали. А также наши эксклюзивные материалы я также намагаю себя окреслить. Одна из таких интересных событий, которая сколихнула Полтаву и Полтавщину, и почему она у нас вынесена на первую шпальту, это набережная или лядовый палац. Видите? Мер Мамай показывает, что у нас планируется в городе. Он на совесть презентовал этот дворец. Я никогда не видел, чтобы он что-то так презентовал. Ну, я бачила у разных ракурсов и бачила, что он бывает достаточно в теме. Если до него обратиться не один раз, если юристи его готовят, если он глубоко в теме, то я не буду туда говорить. Бывают разные случаи, когда и в теме, и не в теме. Наш Олександр Федорович. Я не могу судить про это так же, что и как наша редакция, и как мы, и много полтавцев, мы хотим, чтобы лядовый палац, если он и будет, и если он будет от такого масштаба, который презентован, чтобы он был в другом месте, чтобы не вырубывали дерева, чтобы это не было на той набережной, которая у нас есть и которая не в таком виде, как бы хотелось бы. Хай будет парк, а палац, хай будут. Но у нас много других мест, где можно это делать. Например, у нас протягом зимы и последних лет в зимку не дают ковзинки абсолютно. Единое место, где могут проводить подлитки и дорослые на льду кататься, это у нас ТРЦ-экватор. Все. У нас больше ничего нет. В последние годы даже не заливаются. На леваде ковзинка, в парке Перемога. Почему там, например, на леваде не створить вот такое место? Там не нужно будет вырубывать дерева, не нужно будет нищить природу. То есть готовое место есть. И таких у нас много. В принципе, этим должны заниматься изначально градостроители, или обрабатывать серьезные предложения, не локально в одном месте, а рассматривать весь город, чтобы весь город мог пользоваться. Я, например, на леваду не поеду все равно. Я поеду. Я поеду. Я живу на околице, тому для меня это не проблема взагалі добираться по месту. У нас и место не таке великое. 40 хвилин у нас можно доехать из одного кінца места в інший. Это громадский транспорт. Я пішком так перемещаюсь. Ну, это же зупинка. Я же говорю, громадский транспорт, зупинки. Машиною взагалі 15-20 хвилин, это, если не стоять на светлофорах, и когда не година пить, немае заториев. Так? Тому это не вопрос. Еще я знаю, что розумные люди, которые умеют раховать гроши, скажут, что за эти гроши, за 3 миллиона евро, льдовый палац неможливо побудовать. То есть, если я возьму это и его побудовать, то потом вырубаются те дерева, да, и там, знищают природу заради от такого льдового палацу. То просто потім может быть изменено цельное призначение этих земель, оскільки, скажут, ну, не вистачило грошей. Бо такий объект, він насправді коштує набагато дорожче, набагато більше коштів потрібно буде в это вкласти. Ну, это один из вариантов. Тобто, мы уже, много кто подписали эту петицию, что мы хотим, чтобы у них был в месте приречный парк, а для льдового палацу – инше место. И еще такая подія, яка сколихнула місто цего тижня – это подпал мафов. Это уже было не первый раз. Не самих мафов в ночном, а с принятыми гражданами. У нас на 23 вересня, на зупинке, поблизу зупинки, будуется ряд мафов. Тобто, проводятся, меню ведутся, для строительства, чтобы там виросли мафи. Міська рада надала дозволи, нібито, под таке будівництво, и там будут мафи. Но много мест, в частности, кто живет в том районе, они обурены. Потому что, по-перше, перекрыли тротуары, там, где люди роками ходили. По-друге, там уже будуются, таки конкретные, как бы, ставляться фундамент, цоколь. Ну, тобто, зоні, схоже, что это будут не тимчасовые сфоруды, а это стационарные, и так будет завжди. И место перетворяется, ну, не красить ци мафи, не додаватимуть місту. Хотя, с другого боку, это начебто рабочие места. Там очень много противоречий, очень тяжело судить. С одной стороны, насколько я понимаю, где-то еще до конца были не оформлены документы, началось движение. И ты был на код, и его оформили. Но, что самое большее удивляет, в 50 метрах строительства уже на завершательном этапе, там никто ничего не говорит и не трогает, и даже не выясняет. Есть документы ровно 50 метров. И проходят эти манифестанты, проходили мимо этого всего, но, тем не менее, непонятно, почему они там трогают, там возмущены, а там нет. Вообще для меня темный лес. И я скажу просто свою позицию. Если эти мафы начали строиться незаконно, не вопросы, этого не должно быть. Я вообще лично против мафов. Они мне не нравятся. Но это моя позиция. Но, если они незаконно поступают, почему таким образом поступают протестующие? Ведь они тоже, в принципе, не в рамках закона поступают. Давайте скажем людям, что же таки там сталося, потому что не все знают. Может, никто это увидел. Может, кто-то видел, кто-то не видел, что в середу как раз это было. Так, в середу. У нас как раз готовился номер, потому что в середе у нас верстка така найпотужнейшая, в ночи газета делается, а в четверо уже выходят. И там была наша журналистка, уже мы это смотрели, другие журналисты делали в видео, была прямая трансляция на живо, и видели, что там происходило. Протестующие собралися, сруйнували деревьяные конструкции, снесли паркан, и спалили, то есть развели много именно из этих деревьяных конструкций, и не допускали проезда пожарников. Первое. Протестующих было в районе 30 человек. Это первое. Те жильцы, о которых вы говорите, что близлежащих домов практически не было, были зеваки мимоходом, прохожие, самих жильцов, я там не наблюдал, там были в балаклавах ребята с открытыми лицами, но их было в районе 30 человек. Я посчитал, это составляет 0,0001, 0,0001% от населения Полтавы. То есть это не вся Полтава, и не все жильцы. Еще неизвестно, против ли жителей близлежащих домов, никто не выяснял этого. Это первое. Второе. Была вызвана пожарная машина, которую не пропускали, но вызов пожарной машины стоит ошеломляюще больших денег. Я еще не успел выяснить, но это деньги. Но я также против таких радикальных методов, потому что это может повести за собой страшные наслідки. Доброе, что тут все произошло, никуда эта пожежа не перекинулась, не было витра, потому что в следующие дни витр был и в попередние. Сильные витры у нас в городе были. Поэтому на данном этапе все произошло, как произошло. Мы только что-то встокируем. Так, мы констатуем факт. Но, с другой стороны, это говорит, как и про штурм арки на Соборности 27, и так же эта акция на 23 вересня, это говорит про социальное невдоволение, про то, что люди против того, что действует в нашей городе, которая принимает это решение. И что нужно выходить и говорить с людьми, нужно делать публичные обговорения. Ну да, власти мы все там, что тема зналчалась. Потому что они решают на уровне городской ради. В городской радио, этот цирк, ну, это ни на что не схоже, с нас смеется вся Украина, а мы смотрим, и, ну да, вот вы говорите, сколько там людей было. У нас и на сессию людей не пускают, как в других местах, как за кордоном, это публичное место, МИСКОРАДА. Туди может зайти будь-хто. У нас это перетворяется просто на цирк, у нас даже журналістов там штовхают, не пускают и так далее. Тому, так само на акцию, может, туди и пришли больше людей, до техмафий. Бои много незгубных, я смотрю за реакцией в соцмережах, не все смогли прийти, но много было людей, которые реагировали на это. Тобто люди против техмафий. И требовало выносить это на публичное обговорение, чтобы потом уникнуть таких ситуаций. То есть изначально надо было какие-то публичные, чтобы граждане имели возможность выйти, высказать свое мнение, кто-то нейтральный, чтобы оценил ситуацию. То есть большинство действительно против, и тогда мы уже принимаем решение, но это должен принимать решение мэр, который что над Соборности 27, что здесь абстрагировался напрочь. Усурулся. Он отстранился, он не видит, он не знает, он не слышит. Так же самое, кстати, как и полиция. То есть все отошли в сторону, а вы делаете, что хотите. Радикально настроенные люди подожгли, может никто не собирался поджигать, я допускаю. Ну шины появились в результате откуда-то, может быть просто предполагался снов. Ну вот имеем то, что имеем. А это плохо. Ну хотелось бы поговорить еще про деякие хорошие моменты, которые сталися протягом этого тижня. В конце минулого тижня нас запросили на передпремьерный показ Майстера и Маргариты в Полтаве, а также потом была премьера в наступные дни. И вот все эти дни премьера и допремьерный показ «От у нас у газеты «Коло» остальная сторона, вона присвячена теж майстру Маргариті в Полтаве. Зал аплодував стоячи, театр сдавал новою виставою. И у нас, это уже третья постановка режисера, не нашего, но с Херсона. Но детальнейше читайте в газете «Коло» и на сайте. И вообще хочу сказать, что это чудовая постановка и последние вот кілька таких постановок у нашего театра, они самовражают нестандартным подходом. Театр нарешті усматривают, что плохо, некрасиво, неудачно показан Гетьман Мазепа. И мне интересно, не исключено, что буду то же самое говорить о последнем спектакле, о котором вы говорите. К сожалению, у людей такое мировоззрение, но когда я начал читать, почему они против, мне создало впечатление, что люди просто не ходили на эти спектакли. И чисто гипотетически рассказывают о плохих сторонах этих спектаклей. Как же это? Но одобряю. Не читал, но одобряю. А порицаю. Порицаю. И то, что самое страшное, они доходят уже до Министерства культуры. Мне обидно. Люди добрые, пойдите, посмотрите. Вы увидите Полтавский театр, новый Полтавский театр. До речи, останняя Любовь Гетьман, это одна из... Вот в чем проблема, понимаете? Я же, во-первых, я с Павлюком делал репортаж, мы его приглашали. Это обалденный человек в своей сущности. Его надо видеть. Он, когда идет по улице, видно, что идет истинный украинский пан, гражданин Украины. Он, я не знаю, как к вам он приходил, к нам он пришел в сапогах, в шароварах, в свитках. Настолько красиво, настолько колоритно. И видно, что человек украинец. Это на сегодня очень важно. Ему лишь 38 лет, он молодой такой. И надо прислушиваться к тому, что он передает нам даже через театр. Это вообще, ну как можно порицать такое, я не знаю. Я против такого. И тем более, в Майстре и Маргарите там же же тоталитарная система, которая показана ни где тоталитаризм, не может быть нормальным. Как я еще. Ну вот такие 700 секунд немножко перевалили. на вас не бежите. можно еще и трех. Я хочу еще сказать. Это про наши эксклюзивы. Я так хочу про них сказать. Поэтому я не могу вмучать. Вот у нас есть 8-ая сторона в газете. На сайте у нас будет больше много фотографий. Это у нас про дом, хатина в центре города. Напротив листопада. И все знают эту хатину. Галлея грант поряд, высотки и сзаду когда им предлагают что-то нормальное. Повстолетие люди там живут. Там нема зручностей. Туалет там находится у двора. Від него какие-то запахи. И вода из колонки. Той туалет мешканцы они хотят И я скажу, что у меня очень хорошие впечатления про эту женщину, про эту родину, потому что я поспілкувалася, меня приняли, я зайшла в этот дом, я подивилась, насколько добрые люди, знаете, такие. И они не какие-то там, ну, тобто, людина-фармацет, они еще и выступали по веселлях, у них музычные инструменты в доме, ну, в хате есть, да? У них Шевченко, и вот на фотографии у меня есть Шевченко, бюст Шевченко на телевизоре, и сзаду весельное фото, ну, воно красиво, картина, вот эти, знаете, подушки, как еще у хатах, у таких стареньких, бабусів наших, ну, ей 60 лет, и вона и есть бабуся за веком, так? Ну, и вонуки в ней есть, тому это таки есть. Ну, то, почитайте про это, мне это, как бы, запало в душу, это наш эксклюзив, и я знаю, что про это очень давно никто не писал, и, взагалі, до кого мы удивили, потому что люди думали, что там, взагалі, никто и не живет, если честно, оно так с боку выглядит, знаете, готель Хилтон, это мне поревняли, так? Кажут, вот, дивіться, у нас тут демократия тоже в Полтаве, у нас Алия Грант, а, как в Америце, Хилтон, и лежит бомж, заново, все, кто не займает. Знаете, что такое страшное? Я себя поймал сейчас на мысли, мафы находятся кому воевать, а вот здесь ни одна политическая сила, вы сами знаете, о ком я говорю, они сюда не ходят, им на это наплевать, им нужен огонь и селфи на фоне огня, это плохо. Все-таки, если быть справедливым, надо быть справедливым до конца и везде. И еще, сейчас скажу про то, как работают некоторые журналисты. Ну, кто-то за это берет деньги и кто-то это пишет, я так понимаю, потому что так бы просто оно не появилось. Вот, буквально вчера писала про то, что другую человеку, за версией Форбс в Украине, за остатками, это Костянтина Живаго, одружили на Оксані Піддубній, депутатці міської ради Кременчука. Да, я верю. Людина прокинулася, одна и другая, и виявлося, что они уже одружены на Корсице, кто кому Живаго подарил Оксану яхту, уже и публикация, это видание «Автограф Кременчуцкий», так? Вот, воно опубликувало таке, завтра тільки воно буде, ну, якби там написано, що це перше квітня, але воно уже є в продажу, так? От, їх уже одружили. Люди не знають про те, що вони вже одружені. Ми взяли коментарі, як вони до цього ставляться, але, ну, це неправда, і тому цим маніпулювати, робити такий фотомонтаж, ну, це некрасиво. Але, ну, і це поплюжить нашу журналістську братію, тобто це не гідно, але ж хтось за це взяв гроші, хтось це купив. Значить, тоді ви закінчили, так? Так. Тоді ми підчеркиваємо, хочете знати правду на коло і полтавських тротуарних новинах. Всім удачі, пока-пока. Дякую.